Всем привет! Меня зовут Владислав Антипов. В сегодняшнем выпуске я вместе с командой МИЭД-ТВ расскажу вам об игре хоккейной команды Electronics Dynamo, проекте Robot Challenge и кое-что еще. 1 мая хоккейная команда Electronics встретилась в Динамо, из города Барнаул. Подробности в сюжете Андрея Захарова. В ледовом 2C города Дмитров на 1 мая сегодня жарко. И это не из-за весенней жары. Сегодня Electronics поборется за первое место, во Всероссийской студенческой хоккейной лиге. А победил ли он? Сейчас узнаем. После победы на Дуралгов к команду Electronics ждала финальная игра с хоккеистами из Барнаулского юридического института МВД России. Поддержать спортсмена Дмитров приехали не только студенты из этих университетов, но и коллеги из МГТУ имени Баума. Я жду того, что мы сможем сделать все необходимое, чтобы все-таки наконец выиграть какое-то первенство. С момента стартовой серии стало ясно, что соперник силен. В первом периоде команды боролись на равных, но за 37 секунд до таймаута счет открыла команда «Динамо», забив шайбу в ворота метовцев. Во втором периоде по шайбе влетела в ворота электроника и «Динамо» буквально за минуту. Счет 2-1 в пользу Барнаулского клуба. Третий же период показал всю мощь обороны обеих команд. Защитники перехватывали каждую шайбу, а вратаре не пропускали ни одного очка. Прозвучала финальная сирена. Счет не изменился. 2-1 в пользу «Динамо». Электроник занял второе место, а капитан нашей команды Юрий Сироткин стал лучшим вратарем сезона. Сегодняшняя игра была очень такая вязкая. Обе команды играли от обороны, боясь шивиться, потому что на конкурсе стало чемпионом. Нам чуть не хватило, может, сил. Потому что скамейка у нас была меньше, чем у нас. То есть народу не хватало. Но мы бились до последнего. Первую шайбу, которую забили в мои ворота, могу сказать, что там была доля моей вины, потому что я неудачно вышел за ней, и она прикошетила ото льда. Я как бы не ожидал такого потвоха. И глупая шайба. Ну, люди давили. Честно, не везло. По факту, по игре переиграли. По счету. Дополнительный период играли, серия буллитов. То, что сегодня они показали такой хоккей, это подвиг. Достойная игра. Конечно, видно было, чтобы команду устали, потому что играют подряд шесть игр не на каждом турнире. Такое бывает. И видно, что к концу турнира команда на седьмой стали, наверное, эмоционально. Мне это, наверное, было вдвойне тяжелее, поскольку вчера была очень сложная и непростая игра, и, наверное, возможно, никаких эмоций не хватило. Сегодня игра достойная, и счет. Всероссийский финал студенческой хоккейной лиги подошел к концу, а за игрой наблюдали. Андрей Захаров, Илья Чемерев, команда МЕТ-ТВ. Что это такое? И что умеет делать этот малыш? МЕТИ стартовал проект «Робо-челлендж», расскажет Анастасия Денисова. Пока студенты и преподаватели отмечали начало майских праздников, участники первых робо-гонок отлаживали свой код, изредка прерываясь на настройку датчиков. Результаты их трудов не заставили ждать. 3 мая прошел финал робо-гонок. Это первый этап проекта «Робо-челлендж». Задача участников соревнований — собрать и запрограммировать своего робота. С помощью трех датчиков так называемая шайба должна считывать черную линию и следовать по ней. Победитель — участник, робот которого показал лучшее время. Но все не так просто. На трассе есть резкие повороты и ловушки, инверсная и прерывистая линия. Если код не отлажен или датчики не успевают сработать, робот будто сходит с ума. Пятеро хозяев самых шустрых и внимательных роботов стали победителями. В качестве призов — акустическая система и сертификаты спонсоров. Троих лучших наградили кубками, распечатанными на 3D-принтере. Организаторы «Робо-челлендж», «Институт нано» и «Микросистемной техники» и «Студенческое конструкторское бюро». Мероприятие прошло достаточно успешно. Было много участников. Что было интересно, что нашим мероприятием заинтересовались учащиеся из зеленоградских школ. Следующее мероприятие пройдет более масштабно. Уже есть ряд школ, которые хотят активно принять участие и уже выставить свои команды с ребятами для соревнований. Создать своего робота можно на занятиях студенческого конструкторского бюро и на курсах для школьников. Записывайтесь! Анастасия Денисова, Михаил Силин, Даниил Галюков, МИЭТ-ТВ В эту среду произошло знаменательное для всей страны событие — 73-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Команда МИЭТ-ТВ решила узнать, хорошо ли знакомы с историей наши студенты. А сколько лет длилась Великая Отечественная война? С 1941 по 1945, получается, ну, больше четырех лет. Ну, так, четыре года. Четыре. А сколько лет длилась Вторая мировая война? Четыре. Ну, Вторая мировая. Вторая мировая. Точно четыре. Пять. По шесть. По шесть. А какая крепость первая приняла удары нацистской Германии? Из пограничных застав СССР, естественно. Брестка. Брест, по-моему. Брестокрепс. Кому установлен памятник в Парке Победы? Рокоссовскому. Рокоссовскому, по-моему. Да, все верно. А чем он был знаменит? Вот этого не помню. Рокоссовскому. Да, все верно. Кто был главнокомандующим вооруженных сил СССР во времена Второй Великой Отечественной войны? Главнокомандующий. Верховный главнокомандующий, как я понимаю. Ну, это, наверное, Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. Иосиф Иосиф Иосифович Сталин, в принципе, как бы был, но по факту маршал Георгий Константинович Жуков. В принципе, разрабатывал все эти основные планы стратегии русской Красной армии наступления. Жуков. Точно? Нет, Сталин. А как связан Панфиловский проспект и Великая Отечественная война? Панфиловский проспект связан с именем генерала Панфилова, который... 28 панфилусов, которые остановили наступление немецких войск в 41-м году. И эта улица, эта проспект нужна в честь этого генерала. Ну, как бы, в принципе, эти, как бы, все эти люди ассоциируются с Панфиловцами. У тебя такой взгляд, как будто ты не знаешь. Ты угадал. А, Панфиловского проспекта? На самом деле не знаю, но по логике вещей можно сказать, что это связано с панфиловцами, то есть со знаменитыми 28 панфиловцами. Но я, честно говоря, не уверен, что именно по Панфиловскому проспекту они шли. Я вот точно не помню, поэтому сказать не могу. Это все события на сегодня. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ, выпуск для вас провел Владислав Антипов. И последняя новость от меня. В майские праздники пропало ровно половина МИЭТовцев. До свидания.